Да, 29 ноября, получается, в 12 часов пришли две женщины и представились, что они из Управления по благоустройству Ленинского района. Попросили меня выйти на улицу и посмотреть на наш фасад. Указали на то, что у нас на ступенях была наледь и урна в плохом состоянии, а именно она была не покрашена. Уст на мне объяснили, что так нельзя, нужно все это исправить. И сказали, что 6 числа будет комиссия, на которой будет принято решение вынести мне штраф, либо предупреждение, либо что-то. Я понял это так. И на комиссию мне нужно было принести фотографии, что мы все исправили, все сделали правильно. 6 числа, получается, через неделю, 6 декабря, мы все подготовили, все исправили, почистили, положили нескользящие коврики, заменили урну. Я сфотографировал, пришел на комиссию, отчитался, показал, что все мы исправили, сделали безопасно, не скользко. Красивая чистая урна новая. Комиссия, я не знаю, приняла это или не приняла во внимание, но выписали штраф в 10 тысяч рублей. А вы говорили мне, что когда вы шли на комиссию и пришли туда, там было много таких же, как вы, предприниматели Ленинского района. Да, там было порядка 10-15 человек. И у всех была, наверное, похожая ситуация. То есть, либо это снег, либо это шум. И практически всем, я так понимаю, выписали по десяточке штрафов. Вы вот как расцениваете эту ситуацию? Вы же не первый год занимаетесь здесь бизнесом, я так понимаю? Нет, здесь мы находимся с марта этого года, то есть полгода. Вообще, я предприниматель начинающий, только вот мы, так скажем, оформили все, ИП, открылись, начали работать. И я не знаю всей нормативной базы. Я думаю, ну, мало людей знают полностью весь объем требований, которые выставляют и город, и администрации, и на всех уровнях. И я, честно, я не знал, что нужно все это поддерживать в абсолютно чистом состоянии, что должны быть коврики. Я ожидал, что мне дадут предупреждение. Ну, вообще, вы знаете, даже по моей практике, и я много раз с этим сталкивался в прошлом, я знаю, что до этого предупреждали, увещевали, каким-то образом, ну, пытались воспитывать, условно говоря, людей. И все-таки, каким-то образом, все-таки склоняли к тому, что они убирали. А сейчас, я так понимаю, даже несмотря на то, что вы все устранили и обязались в дальнейшем, как бы, поддерживать все это в должном состоянии, вас все равно автоматически оштрафовали. Правильно я понимаю, что помещение это не торговое, что здесь нет большого потока посетителей, там, покупателей, это производственное помещение? Конечно, это производственное помещение. Тут работают только я и несколько человек. То есть, у нас здесь офис, мы здесь находимся, занимаемся проектированием, планированием, как это, чтобы производство работало, и несколько человек в цехе. Вам, как начинающему предпринимателю в области производства, в области реальной, как бы, экономики, вам какая-то помощь от города, от республики еще была, кроме вот этого штрафа? Нет, кроме штрафа пока помощи не было. А вы слышали о каких-нибудь программах помощи молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, мелкому бизнесу? Да, я слышал, но там, я так понимаю, что поддержка направлена на какие-то инновационные проекты, которые связаны… То есть, на всяких роботов, там, вот эти штуки? Ну, как я понял, что да. Летающие табуретки? На какие-то простые вещи, типа производства или, не знаю, торговли, я так понимаю, эти программы не направлены. То есть, вас никоим образом не вовлекали в эти программы, не предлагали, не приглашали, я так понимаю… Ну, звонят, приглашают, я даже ходил, пару раз смотрел, но они, опять же, направлены больше на какие-то инновационные темы. Собственно, почему мы обратили внимание на эту историю с маленьким производственным предприятием, начинающим бизнесом, расположенным на задворках Ленинского района? Потому что, на самом деле, за прошедшую пару недель десятки людей обратились с жалобами, с какими-то сетованиями, негодованиями по поводу действий городской администрации, а именно в связи с тем, что чёсом, повально, десятками, сотнями предприятий были оштрафованы за вот такой вот в два пальца снежок на крыльце, без объяснений, без рассуждений, без предупреждений. Значит, максимальные штрафы – 10-15 тысяч рублей. Складывается ощущение, что городская администрация очень превратно понимает взаимоотношения между бизнесом, очень активно перекладывает ответственность за чистоту в городе на частных собственников, на бизнес, на работодателей, и самоустраняется от уборки этого снега. Снега у нас в этом году вообще минимум повода для подобного лютования, для такого количества штрафов – ноль. Недалее, как вчера, Ради Хабиров, выступая на съезде опоры России, гневно, грозно пообещал, как он выразился, задушить все кланы, которые препятствуют бизнесу в Башкирии. Ради Фаридович, дорогой, душить, конечно, мэра Мустафина, наверное, еще рано, но, пожалуйста, объясните ему, что штраф – это крайняя мера для предпринимателя со стороны государства. Государство предпринимателя должно холить и лелеять. Вы вот этих вот юных дарований, вот этих вот немногих тех мальчиков, которые решились вести бизнес, которые нашли деньги, которые вложили в это оборудование, они у вас ничего не просят. Они вас просят – оставьте их в покое, дайте им работать, перестаньте штрафовать за непокрашенную урну, предупредите его, и он покрасит эту урну. В общем, конечно, эта безобразная история со штрафами в Уфе, она, конечно, возмутила очень большое количество предпринимателей, и особенно вот малых предпринимателей, самых уязвимых, самых находящихся в такой сложной ситуации, в кризисе и так далее. Я очень надеюсь на то, что власти города и власти республики обратят внимание на эту ситуацию и перестанут так себя вести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!